приветствую всех вы только посмотрите на это чудо как мы лежим как мы лежим как вы лежим а кто тут прибежал еще ко мне кто тут прибежал алиса алиса леса помощи вот полюбуйтесь вот кто у нас еще живет дома это алиса да это наша лисичка алиса да обычно ее смотрит гуся гуся наша ой 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 целуемся 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 целыми днями да целыми днями вот это наша собачинка алиса алиса приехала к нам из города ростова да там алису выбросили на улицу до плохие нехорошие люди но вообще на самом деле конечно эта трагедия да столько животных вот алисочку взяли люди себе на лето поиграть для детей да потом хозяин взял ее в сентябре привез в центр по учету за численностью животных ну в простонародье жива дерку вот но к счастью есть такие люди волонтеры которые занимаются спасением животных да вот таких вот собачек таких вот собачек и таких вот кошечек да вот так вот алисочка к нам попала да так теперь у нас живет уже пять лет да уже пятый год наша красотка да наша красотка и алиса скажи всем привет привет ой ну все все облизала меня а муся смотрит да мусенька а мы смотрим до смотрим на эту собаку да да не доверяем мы ей не доверяем не доверяем мы этим собакам да ну какие у нас ножки вот какой у нас животик и вот мы какие красивые да ты тоже красивая ты тоже красивая да самая красивая собака все моя красивая собака сегодня я хочу провести небольшой обзор винтажных открыток которые я нашла на блошином рынке я говорю сразу что это будет только обзор открыток поэтому тем кому эта тема неинтересно я сразу сберегаю ваше время и вы можете прекратить просмотр всем остальным я хочу показать что же я нашла я нашла целую коробку открыток самые молодые из них это восемьдесят пятый год то есть это те открытки которые минимум 30-35 лет но есть здесь открытки и конца шестидесятых семидесятых годов то есть в общем то открытки которым около 30-35 лет вот так вот начать я хочу самый большой я и так немножечко рассортировала самая большая пачка это у нас такие открытки к разным праздникам вот такие они с цветами в основном вот тут и к пасхе самые разные конечно я не смогу показать прямо все открытки но я думаю что такие мотивы они узнаваемы мое детство например пришлось на семидесятые годы 80 вот эта открытка 83 год например эти открытки для меня очень узнаваемы вот эти все цвета такие давайте просто посмотрим открыточки я думаю что какая-то девушка женщина собирала эту коллекцию открыток вот ходила магазин наверное когда появлялись новые открытки она их покупала я помню меня тоже очень интересовали открытки вот это было такое какое-то яркое окошко в празднике вот там я сначала нашла небольшое количество открыток потом прошла с немного по магазину и увидела уже большую коробку которая стояла в уголке видно было что их уже много раз перекладывали с места на место поэтому у некоторых открыток даже уже загнулись уголки вот и когда я спросила у женщины продавца за сколько она продаст эту коробку она так пожалуй плечами сказала забирает за 2 евро всю коробку что я и сделала с удовольствием даже не рассматривая в общем-то детально все открытки вот такие они все красивенькие конечно качество может быть и у этих открыток и такое как как сейчас но если честно то я последнее время как-то и не интересовалась особо открытками современными я видела так вот магазинов иногда летом особенно стоят разные стенды с открытками ну там в основном какие-то такие открытки с какими-то или смешными какими-то сценками вот черно-белая сюда попала хотя пыталась отложить отдельно с какими-то текстами какие-то они все не знаю души что ли в них нету вот поэтому эти открытки для меня лично очень привлекательны получали открытки ко всем праздникам конечно же мой и помню открытки не выбрасывали открытки складывали обычно в коробочке из-под конфет например вот тут открытки прямо целыми сериями идут вот такого одного типа видно одного фотографа я думаю что каждый год это девушка или женщина покупала эти открытки сразу целую серию которая выходила какому-то празднику эти открытки у нас здесь не написано год вот так на многих открытках здесь можно увидеть год когда она выпущена вот например это 79 они такие мне сказала что они прям очень изысканные да какие-то да ноут есть них какой-то в этой простоте что-то такое милое родное даже какое-то то что они похожи в общем-то на советские открытки тех времен вот какие подснежники симпатичные вот нотах целая целая огромная куча вот этих открыток цветных в основном основная тема это цветы вот тут ирисов например целая группа да есть даже животные попадаются бабочки посмотрим какого года вот эта открытка 82 вот тут было много открыток с бабочками вот животные кошки роза я помню тоже из своего детства всегда было много открыток с розами вот такого же типа пока эти некоторые открытки здесь двойном экземпляре представлены да невозможно конечно в коротеньком ролике показать все открытки но я думаю что это может быть даже не очень интересно вот цыплятки бедная думаю что это одни и те же цыплятки которых с одной фотографии на другую переносили со мной сценки вот такие открытки и новогодние основном конечно тут новогодние ну и здесь еще несколько открыток с животными зайчик но опять же цветочки вот такие однотипные открытки один и тот же цветок просто в разных ракурсах и на разном фоне вот следующая группа открыток которая нашлась это черно-белые открытки я вот если честно даже не помню чтобы 70 80-х годах были черно-белые открытки ведь открытка 81 год например да здесь текст из библии вот у меня кстати они где-то отложены были специально вот вот такие черно-белые открытки и на всех на них написано что это настоящее фото есть настоящая фотография интересно глянцевые такие фотографии вот тут тоже животные присутствуют цветы и новогодняя тематика 77 год вот 77 это 70 года вот заснеженный немецкий домик вот пейзаж тоже ну две одинаковые это у нас 86 тоже везде написано что это настоящее фото в общем короче вот когда я эту коробку привезла домой то мне был обеспечен целый вечер рассматривание этих открыток я их немножечко рассортировала вот такая серия здесь скажем так предметов искусства в общем-то по теме мне попалась вот настолько жаль что здесь в общем-то нет особого объяснения что здесь изображено именно здесь только написано что саксонские кувшин 1809 года такие часы целая серия часов вот такая красота вот найти бы на блошином рынке такое да за 2 евро мечта о и девушка тут попалась но это какая-то картина французского художника следующая группка это все разные виды красивые вот весь написано город карл маркс меня вообще это заинтересовало конечно очень я подумала что же за город такой карл маркс здесь можно увидеть даже серпу молот я думаю ведь сейчас нет города с таким названием потому что это уже прошлое и оказалось что карл маркс штат так назывался город кемниц который находится в саксонии но это не очень далеко от нас где-то нам часа полтора до него ехать красивый город большой там где-то примерно 250 тысяч населения в этом городе вот тут какие-то виды гостиницы из какой-то замок дети видно школьный класс на прогулке по реке это тоже все карл маркс город то есть город кемниц вообще очень интересно рассматривать старые открытки можно посмотреть если на них изображены люди как они одеты да какие машины ездили по улице в то время это восемьдесят четвертый год ну интересно но по открыткам в общем то особенно по таким которые показывают какие-то города места интересно можно даже изучать какой-то степени историю следующая группа открыток это открытки с религиозным текстом вот эти на вот этот текст из библии вот и я всякие пожелания вот на каждой из этих открыток соответствующий текст библейский и пожелания там счастливого нового года или счастливой пасхи 73 год вот такие открытки вот следующая группа это двойные открытки там тоже были но они конечно тоже такие уже они такие красивые и яркие как в наши дни ну тоже очень довольно таки интересные еще и с конвертиками вот вот очень интересная красивая открытка сердечные пожелания к 85 дню рождения вот вот еще дожить надо вот такая красивая открытка фотография такие домики но эти похожи очень тоже на наши открытки советские вот тут черно-белая тоже двойная открытка тоже опять же настоящая фотография пасхальные открытки все эти открытки они винтажные то 85 год например вот эта открытка вот тоже пасхальная ну и многие открытки вообще в прекрасном состоянии хотя ведь мы уже не пишем открытки уже прошло это время да сейчас мы отправляем или сообщение на телефон или какое-то поздравление по интернету в каком-то приложении уже время открыток прошло хотя мы например еще получаем от наших родных знакомых открытки не интересно а вы шлюте еще открытки получаете открытки нравится ли вам они очень много разных всяких открыточек и еще одна группка это такая скажем так открытки не фотографии открытки рисунки такие вот они мог как бы детские но очень они милые сердце жаль что здесь нет у меня советских открыток ой здесь все открытки немецкие но кстати вот можно увидеть что здесь художник м столяров то есть я так думаю что это выходец 85 год выходит все таки из советского союза в том в то время на такая уточка просто пожелание всего хорошего милые открытки какая парочка детки зайчики это пожелание поздравления к пасхе котик зайчики опять ребенок зайчики еще ребенок цветочки но мне эти открытки очень нравится я прямо несколько раз их перебирала несколько раз пересматривала такие простые сюжеты но довольно симпатичные вот здесь еще такая серия вот какого-то художника кстати не написано какого художника 81 год вот такого типа тоже симпатичная дети собака сидит на санках и кошка на дереве то есть какой-то сюжет здесь тоже видно не делятся впечатлениями прогулки зимней тут вот дети смотрятся на девочку которая красиво катается зимняя деревушка вот люди спешат церковь с фонариками вот эти типичные весенние цветы поздравления к пасхе вот на этом я хотела закончить свой небольшой обзор надеюсь вам было интересно тем кто со мной оставался вот если вам понравилось я буду рада если вы поставите мне лайк если не понравилось то не обессудьте я всех поздравляю с наступающими праздниками надо взять правда мне открытку которая больше в тему подходит как открытка то у меня ну вот пусть будет такая поздравляю всех с наступающим праздником с наступающим новым годом и я думаю что следующий мой ролик о фарфоре винтажных украшениях выйдет 2 января вот желаю вам всем хорошего праздничного настроения хорошего самочувствия и вообще всего самого-самого хорошего до новых встреч а